Следующая номинация, следующие сервисы, это те, которые позволяют нам контролировать полностью интерактив внутри презентации, где акцент идет на взаимодействие. Я думаю, вы легко назовете эти сервисы и легко можете угадать, что первым из них будет Geniali. Я думаю, все им хотя бы раз уже пользовались. У него очень удобные возможности для новичков и всегда есть над чем поломать голову для людей, которые уже много лет знают и любят этот сервис. А у Geniali есть тоже возможность работать над презентацией совместно. Вы можете пригласить еще нескольких человек, чтобы они вместе с вами работали над слайдами. У него удобный поиск в библиотеке элементов. Вы тоже можете искать как фотографии, так и анимированные элементы, так и какие-то иллюстрации или иконки. Интерактив у него преднастроенный, то есть в него жестко зашито, как будут выглядеть интерактивные элементы. Но самих вариантов довольно много. Много иконок, есть три раздела. Pop-up окно, переход или всплывающее окно. Готовую презентацию можно также встроить на сайт. Есть возможность скопировать iFrame и ваша презентация Geniali будет уже интерактивной. Кстати, не только на сайте, но и что меня очень радует, такие интерактивы Geniali можно ставить на доску Miro. И у Geniali довольно большая коллекция макетов. Тоже они периодически пополняются. Можно посмотреть макеты, которые создавали другие пользователи. И те макеты, которые публикует дизайн-команда самого Geniali. Кому подходит этот сервис? В какой ситуации он будет хорош? Если у вас не настолько сложный интерактив, если это линейные переходы или это одностраничные, то есть интерактивные фотографии, интерактивные плакаты, угадай фото, найди несколько отличий между картинками. Все вот эти варианты интерактива в Geniali собираются просто прекрасно. Если нет желания тратить на дизайн много времени, даже если вы не пользуетесь каким-то готовым макетом, вы можете выбрать готовый лейаут, где именно будет располагаться на этом слайде фотография, где именно будет располагаться заголовок, где будет располагаться текст. Иногда это удобнее, чем брать готовый дизайн-макет, просто для каждого конкретного слайда выбрать расположение элемента. И Geniali прекрасно работает в связке с Миро, с Google Classroom или Microsoft Teams. Можно напрямую в Classroom или в Teams отправлять как раз вот этот вот сделанный вами интерактив. Мне кажется, в этой ситуации просто-напросто Geniali будет незаменим. И наоборот, если у вас интерактив сложный, например, ветка в квесте событий, каждый из веток там пересекается с другими, если очень сложные настройки интерактива с появляющимися и исчезающими интерактивными элементами, то нет, Geniali с этим, к сожалению, справиться не сможет. Если нет возможности подключаться к интернету при показе, нужно автономно показывать презентацию. Тоже Geniali даст такую возможность только на платном аккаунте. И вообще, в принципе, нужно оценить, насколько вам подходят бесплатные возможности. Меня, например, больше всего смущает ограниченная палитра. И возможность создать свою палитру цветов, мне это кажется не очень удобным. Если узнаете себя в этом описании, нажимайте на огонек. Как может выглядеть Geniali в вашем рабочем пространстве, в вашей работе? Здесь действительно удобно работать с пакетами и с графикой. Работа над слайдами не настолько удобна, как в веб-версии Conway, или как в PowerPoint, или как в Keynote. Но можно выйти из ситуации, как раз выбирая какие-то готовые макеты для слайдов. Не дизайны, а именно макеты. Вариантов экспорта не так много, поэтому либо у вас плотная связка с Miro Classroom или Teams, либо вы делаете вот такие вот интерактивчики и поставляете их на сайт или показываете по ссылке. Можно действительно сделать красивые и интересные презентации с простым интерактивом.